А вам хотелось бы, а мы об этом и будем говорить. В свое время в Советском Союзе учение должно было быть у каждого. Дай бог сегодня сейчас это и случится. Но возникает вопрос. Дело в чем заключается? Мы прекратили, ну практически прекратили бюджетное финансирование. Ну практически прекратили. Мы идем куда? Куда идет Америка, да? Может это хорошо, мне это не сильно нравится, но да ладно. Что у нас в городе случилось? У нас закончились институты, да? Один остался. Магнитогорский технический университет. Но одновременно сюда приехали и другие специалисты. И вот что за моей спиной? Это государственный университет, который приехал сюда на улицу Гагарина, 35. Но это подразделение университета, потому что здесь есть Уральский гуманитарный колледж. Вот в него вам и необходимо пойти. По одной простой причине. Да, это случается, но без суда не существует государства в природе. И если ваш человек придет сюда, он получит лучшие и грамотные познания судебной практики. Я не знаю, но мы уж очень далеки от СССР. Там и фуллиганы были, и грабители. И чем страна хуже от идеала, тех тем, кто рано или поздно сядет, будет больше. Да, мы строим будущее. Но и суды надо строить. Вот сколько у вас человек осужденных правильно и неправильно? У меня их ровно наполовину. Да, сейчас судьям платят лучшие деньги. Ну, чуть больше, чем мы бы хотели получать, как нормальное государство. Но вдруг придет Крендель и заплатит сумму, которую хватит на квартиру. А? В Москве. А? На Садовом кольце. А? И вот тогда возникает вопрос. А кому это надо то? Да, примерно на ту же квартиру в Москве мне за мои 25 лет, на работе, на телевидении и должны люди. Но я верю в Бога нашего сущего. Я простил, а он рассудит. Но не все такие. Вот для них суд. А в суде должны быть специалисты. Специалисты качественные и воспитанные в Магнитогорском университете. В настоящий момент мы готовим специалистов по судебному администрированию. Это те специалисты, которые отвечают за непосредственное функционирование и работу суда. Им в большей мере приходится обеспечивать и работу суда, и работу с гражданами. Это те люди, от которых в первую очередь будет зависеть, как у нас в народе говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Это те люди, которые будут встречать людей и помогать им ориентироваться в судебной системе со всеми их вопросами, с которыми они обращаются в суд за защитой своих прав. То есть мы можем говорить, что когда человек пришел сюда, он получает должное образование? Мы стремимся дать наиболее качественное образование среди наших педагогов. Все педагоги – это педагоги практики, и большая часть – это специалисты с учеными степенями. Сейчас процесс обучения построен таким образом, что после окончания профессионального учебного заведения, которым мы являемся, студент-выпускник может поступить в любой вуз на территории Российской Федерации, сдав всего лишь некоторые внутренние экзамены. Но это, по сути, формальная процедура, потому что у него есть уже диплом специалиста, он специалист в своей области. То есть мы говорим, что прийдя сюда, заплатив некоторые, и, кстати, не сильно большое количество денег, вы получаете хорошего специалиста, который уже потом будет работать в судебной практике. Вы получаете специалиста с профессиональным образованием, который уже может зарабатывать деньги и в дальнейшем повышать свою квалификацию, получив высшее образование. И претендуя на более вышестоящие должности, работая в суде, вплоть до работы судьей. Теперь я просто расскажу, да, к сожалению, это у нас тоже случается, да, металлургический комбинат, он идет по пути роботизации производства. И количество людей уже не такое, которое должно быть. Но, тем не менее, придя сюда и получив грамотное образование, человек уже после выхода из этой школы, из этого института, уже может получать деньги. Уже может получать деньги, правильно? Уже может получать деньги, он может работать на самой первой ступеньке карьерного роста в судебной системе. Вот так вот правильно ведется дело. Уроки в университете, работа в суде. Что вы поняли? Раньше, да и сейчас, некоторая часть дел, и это, рукопись, не всегда лучшая. А кто будет разбираться? Вот эти люди. А сколько тому в дел? В некоторых сотни. И это работа судов. Здесь необходим именно грамотный подход. И вы не помните, а вспомните, хотя бы одного неплательщика элементов. А по дороге ездите, как часто видите нарушителей. Кредиты, я думаю, уже все брали. Четко и красиво там. Ох, какая нехорошая штука, эти самые кредиты. За квартплату сколько платите, а? На чьи деньги строятся дома? А вы, не воруя, эти дома не купите никогда. Мы еще совсем далеки от идеала. Но идеальный суд мы можем построить в этом университете. То, что мы сейчас говорим, ну, почему нет? Как мы прекрасно начинаем понимать, чтобы вы пришли на комбинат, и вам там дали контракт, это еще надо сильно-сильно постараться. Сильно-сильно постараться. И это, возможно, не на первом году-то работа-то и будет. А лет-то через 20 вам еще все это дело предложено. А в остальном? Ну, в остальном, как мы прекрасно понимаем, средняя заработная плата, это совсем не то, что должно было быть вообще в природе. Но есть одна структура, где люди получают достойную заработную плату. Достойную заработную плату представляют и это в судах, естественно. Поэтому мы вам говорим, вы придите сюда, получите лучшее образование, а потом повысите его. И вот тогда, как вы прекрасно понимаете, судям хорошо платят государство. Для того, чтобы работники суда, ну, ни в коем случае не хотели бы, и этого бы не случилось. Поэтому уровень зарплаты там достаточно высок. И вот вам один из принципов, куда необходимо устроиться на дальнейшее обучение. Переходите сюда и получаете качественное образование.